Друзья, позже я поговорю с вами в английском. И мальчик, одного из них съела собака. Вот кто и остался, я точно не знаю, я не силен определить. Но вот он недавно распускал свой хвост, выглядело это все великолепно. И признаться честно, вот такого вида павлина я первый раз в своей жизни вижу. У него есть маленькая корона на голове, такая очень красивая. И все в принципе так, как у обычных павлинов, так, сине-зеленых. Так, но он более боязливый такой, наверное, это девочка. А, вот он нашел дырку и пошел от меня. Он очень, видите, очень пугливый. Так, сегодня будет замечательный день, сегодня будет репортаж. Тут даже есть мини-водопад. Идем смотреть мини-водопад. Водопад пока занят местными детьми. Пока показываю вам предупреждение о том, что павлины могут на вас напасть и вас покусать и вашего ребенка. Так, я тут пытался сделать маленький репортаж. Оказалось, тут есть воинская часть, значит, которую нельзя снимать. Они тут стоят, охраняют границу. И у них есть маленький кемпинг. Тут огромная куча есть кемперванов, вагончиков. Они сейчас все закрыты, они не работают. Потому что у них, типа, пандемия, корона и так далее. То есть, тут организованный кемпинг. В обычное время он работает, но сейчас он закрытый. О, чувак спрятался. Значит, здесь есть Васко Каранджеский. Значит, это какой-то македонский деятель. Тут даже ему стоит памятник. А, вот оттуда меня охранник прогнал. У них там, видите, Министерство обороны. Ауто кемпинг Васко Каранджеский. Цветы Наум. Монастырь. Нельзя снимать, поэтому мы не будем сейчас нарушать закон. И беспокоить бедного охранника. Посмотрите, какой интересный герб у них. Видите? Это, наверное, эмблема Министерства обороны. Значит, это церковь Святого Петки. Которую я вчера видел вечером. Было темно. И я вам уже ее вчера показывал. Идем дальше. Посмотрите, какой организованный кемпинг. Вот что значит Македония цивилизация. И уже ближе к Европе, чем Албания. В обычное время этот кемпинг принимал отдыхающих. Вот, пройдя примерно 800 метров, я нашел еще одну маленькую церквушку. Тут можно сделать такой кружок, петлю. И посетить три церкви, как минимум. В процессе прогулки по территории монастыря Святой Наум. Это церковь называется Церковь Святой Богородицы. То есть, Божьей Матери. Здесь есть маленькая беседка для курящих. Святая вода, то есть источник, родник. Бежит чистейшая вода, натуральный родник. Боже, какая красота. Маленький пруд с прозрачной чистейшей водой. И вот эта вся вода идет в Охридское озеро. На берегу которого находится вся эта красота. Ребята, это маленькая церковь от Материны Бога. И так, друзья, видите здесь надпись. Святая Богородица Баалаклия. Очень красивая маленькая церковь. И даже маленькая ящерица ползет по одному из столбов. И третья церковь на пути сегодня это Святой Атанасий. По-нашему Афанасий. Полкинула метра до нее идти. И там будет главный вход на парковку. Въезд на всю территорию монастыря. Посмотрите, какой милый у них язык сверху. Затворайте я врата. Вратата. Какая прелесть. Место для курения и даже рабочая зажигалка. Я проверил. Посмотрите, какие добрые люди. А вот тут настоящая Божья благодать. Потрясающее умиротворение. Святой Константин и Елена. Так называется этот источник воды. Вот так он бежит. Очень красивый ландшафтный дизайн. И вид церкви сзади. Бежит ручей. Течет ручей. И я ничья, и ты ничей. Ну а здесь чистейшая вода, прозрачная, натуральное, природное озеро. Пруд. Сейнт Константин и Хеллен. Это название этого вода. Ну а самое интересное, друзья, это то, что прямо внутри самой церкви тоже есть источник этой воды. Маленькая купель. Вот смотрите. Сейчас я вам покажу. Вот эта церковь внутри. И внутри тоже есть эта вода. Чтобы никто не заблудился, здесь есть указатель святой. Это Наси 400 метров. И местная собачка нас встречает. Посмотрите, какая красота мне открылась по пути. Маленькое озеро, если быть точнее, пруд. Куда втекает натуральный ручей, родник. И вода чистейшая, прозрачная. Она просто изумительно прозрачная. Полностью видно все, что на дне. Рыбок нет. Но видно все камушки. Посмотрите, какая чистая вода. Look how clear this water. И вот я и нашел церковь святого Афанасия. Или как она здесь называется? Атанасий. Вот на маленьком таком холмике стоит такая замечательная каменная церковь. Так, ну это значит просто привратник какой-то здесь сидит. Охранник. Опять-таки ручей для святой воды. Потрясающий ландшафтный дизайн. Сама церковушка очень милая и красивая. Ой, сегодня, наверное, будет дождик. Вообще нету солнышка. И довольно прохладно. Значит, и слева у нас есть маленькая икона, фреска святого Атанасия. Слева по кадру. Мне очень нравится ландшафтный дизайн. Посмотрите, какое оформление. Какая красота. Мы находимся с вами в Северной Македонии. На территории монастыря Святый Наум. Святый Наум. Святой Наум. Вот так это все выглядит с верхней точки. Очень красиво. На фоне озера. Озеро у нас... Вот тут озеро. Охридское. Это церковь святого Атанасия. Замечательный македонский язык для поднятия настроения. Посмотрите, какой ландшафтный дизайн. Просто потрясающая красота. Оливковое дерево. Олива. Она же маслина. В окружении разноцветных туй, елочек, хвойных... И дубовых маленьких деревьев в стиле бонсай. Просто великолепно. Ну и главный вход в территорию монастыря. Святой Наум. На местном языке Святый Наум. Сегодня воскресенье. Съехалась, наверное, большая часть близлежащих городов. Так, сейчас будет маленькая экскурсия. Сразу по указателю. Монастырская церковь. Построена в 900-905 году. Священным монахом и учителем Святым Наумом. Так. Так. Церковь Святой Петкой мы были. Извори Цирный Дрим. Ага. Это, значит, источники, родники. Черный... Черный Дрим. Так. Церковь Святой Танаси только что были. Церковь Святой Богородицы были. Отель и ресторан Святой Наум. Даже сегодня завтракали. Ресторан Устрова проходили. Ресторан Дрим проходили. Так. Маркет сувенирницы. В лес. В лес это, значит, вход. Прекрасно. Значит, так это все выглядит. Сейчас можно посмотреть. Вот так это все выглядит. Сверху. Субтитры делал DimaTorzok Местные жители, так же как и все на Балканах, очень любят животных и очень любят маленьких собачек и кошечек И всех их подкармливают Мы нашли тут щенков, значит и трех женщин, которых я встретил недавно У них тоже собака есть, я ее вам показывал раньше Посмотрите какая красота на фоне озера Охрицкого Маленький фонтанчик с чистейшей водичкой, начинается дождик, поэтому мне надо идти Друзья, напророчил, я дождик Посмотрите какая красивая у нас лужайка, дизайн и все остальное Сегодня очень много людей, потому что сегодня воскресенье Это туристическое место, довольно популярное Красота и великолепие в монастыре Святой Наум Северная Македония Помните, я вчера вам показывал лодочно-паромную станцию Вот смотрите, сегодня пришел один маленький Катерок Причем двухэтажный, двухпалубный Он причалил, сегодня у нас популярный день И в Македонии, в отличие от Албании, есть паромное сообщение Водный транспорт На расстоянии 30 километров, вот туда направо, есть город Охрид Это кабинка для переодевания, то есть здесь вообще пляжная зона Видите, да, летом здесь движуха полным ходом Вот даже мужик несет подстилку Как он пытался загорать сегодня под дождем, я не знаю Сувенирная движуха Продавцы сувениров Бижутерии, развлечения и прочее Блин, пошел маленький дождик Посмотрите, какая красота Здесь у нас есть ресторан Прямо на озере, на пруду И в этом всем великолепии Можно посидеть, покушать Пообщаться, выпить И сделать даже маленькую прогулочку На крытых плавсредствах Вот таких лодочках с крышей Просто лепота Вот одна лодка идет к нам Вторая отходит от берега Здесь очень красивая и очень чистая вода И, разумеется, под территорией всего монастыря бегают вот такие павлины Причем не только такие Но даже есть один белый Столица страны называется Скопия Поэтому пиво местное называется Скопско Национальный парк Галичица Родник Святой Наум Информация на английском Территория под строгой защитой Потому что рядом граница с Албанией Есть опасность контрабанды, наркотрафика и так далее Так, значит Длина озера 700 метров Ширина 250 Глубина 3,5 метра Ага Есть 15-30 метров Скорость, капацитет 6,5-10 кубометров в секунду Водооборот Температура воды 10-12 градусов Цельсия Примерно все понятно Видите? А, подводная вообще до 30 Я не знаю, что это такое А, течение Наверное, течение 15-30 А, нет Просто родников прибрежных 15 Подводных вообще 30 Источников Все, я понял Святая Богородица, Святой Атанас Это мини-карта И вот бежит эта чистейшая вода Родник натуральный 10-12 градусов круглый год Температура этой воды Она бежит из-под земли Очень чистая вода И впадает прямо в Охридское озеро Потому это озеро очень и очень чистое Оно такое же чистое, как Байкал В нем водится тот же самый вид рыбы Который вроде бы на русском языке называется Омуль Возможно Мне не удалось определить русское название Ну, в крапинку такая рыбка Это пресноводное чистое озеро Чистейшее и красивое Причем оно находится на границе трех стран Греции, Македонии и Албании Ой, я оговорился Это другое озеро находится на границе трех стран Преспа Чуть-чуть восточнее и южнее Чуть-чуть Другое маленькое озеро Так, смотрите, какая чистая вода Видите, видно все дно О, здесь рыбка есть Здесь есть хорошая рыбка Причем ее довольно много Так, я вам сейчас покажу супер мостик Колоритные местные жители Это были колоритные македонцы Много ресторанов, так как объект туристический Это был черный дрим Ресторан, наверное, черный сон Или черная мечта Потому что некоторые слова у них, так же, как и в сербском Заимствованы из английского языка без перевода Так Дрим В переводе с английского Это либо мечта, либо сон У них два перевода есть у этого слова Так, здесь Другой ресторан называется Острово Лодочные туры Лодочные прогулки По родникам Святого Наума Выглядит все потрясающе Просто великолепно Вот такой супер мостик Просто потрясающий мостик Посмотрите Ну и здесь, конечно, плавают у нас уточки Сейчас я вам их покажу сверху Так, мы нашли здесь трех уток Четыре утки И два белых каких-то Два белых утки Будем считать, что это тоже утки Так, получается шесть штук Да, шесть штук Чистейшая вода Очень много мелочи Сюда кидают местные жители Чтобы потом вернуться Очень много мелочи Причем она некоторая ржавая Даже некоторые кинули украшения Здесь есть бижутерия Но монеты здесь довольно крупные по размеру Поэтому их видно Видно отсюда Власти Италии вылавливают ежегодно Два миллиона евро Из фонтана Треви в Риме Еще есть четыре огромные рыбины По типу карпа Сейчас я вам покажу их Смотрите Видите, четыре огромных-огромных рыбы Вот Плюс все это еще в цветочках И в чистейшей воде Такая маленькая мини-заводь Рыбная ферма Здесь опять-таки есть Платформы Со столиками Специальные такие плавучие Вот здесь есть Потрясающий дизайн Просто великолепнейший Очень романтичное место Посмотрите Клумба оформлена в виде лодки Даже с парусом Очень романтичное и красивое место И на заднем плане По центру кадра Ресторан, где я сегодня завтракал Бесплатно причем Ага, здесь есть Охридский бисер Фамильный Ристейский Так, и вот так это все выглядит Посмотрите Родники бегут Падая В озеро Охридское Еще здесь есть Вот такая замечательная Каменная Скульптура Нет, она не каменная Она деревянная По-моему Да, деревянная Скульптура Святого Наума Который построил Эту церковь Вроде бы в 9 веке Еще здесь есть Квадроциклы Вот один только что Отъехал Еще Тарахти до сих пор И замечательный Прогулочный катер Охридские каникулы Называется Вот поехал Квадроцикл И разумеется Потрясающие Фонтанчики С водой Мы находимся На территории Национального парка Галичия Так, посмотрите Какая красота У нас здесь Небольшие Небольшие Такие Заводы Пруды Бассейны И мини Мини фонтаны И водопады В общем Шедевры Ландшафтного Дизайна Обратите внимание То есть натуральные источники Природные Оформлены В мини водопады Вот такие Прекрасные Конструкции Как я и говорил Все они очень много курят Даже барышни Вот они здесь и курят И устраивают фотосессию Параллельно Здесь мини купель Должна течь вода Но она направлена Не по этой Дорожке А по другой Я показывал Не так давно А вот и сам монастырь Ой Извини Напугали птичку Местные Подкармливают Павлина Причем павлина Местные закидываются Паун Здоровый такой Их тут около 10 штук Раньше было 20 Там еще 2 Сейчас покажу Еще 2 Я тоже рад тебя видеть Hello, hello Друзья, не забудьте подписаться Просто на этот канал Поставить лайк этому видео Нажать на колокольчик Сделать колокольчик черного цвета Поделиться с друзьями Этим роликом Отметиться Какими-то теплыми комментариями Спасибо всем Огромное За